Всем постам и маршрутам, кто работает в Сураве, Урал-21 преследует аномарку темного цвета. Без госномеров. Здравствуйте, в эфире ДПС. Меня зовут Анастасия Бойко. Сегодня в выпуске. ДПС. Самые жуткие ДТП осени, по чьей вине гибнут люди. 20 рублей в час или штраф за неправильную парковку, где появятся платные стоянки. 5 километров новой дороги. Участок трассы Иртыш окончательно сдали в эксплуатацию. Шоковая терапия. Воспитание на жестких образцах. В этом выпуске программы мы объединили самые громкие аварии осени. Чтобы на конкретных примерах показать, к чему приводит игнорирование правил. Людям с неустойчивой психикой рекомендуем прямо сейчас выключить телевизор. Медики оказались бессильны. Травмы девушки несовместимы с жизнью. Она скончалась спустя несколько минут в карете скорой помощи. Многочисленные очевидцы говорят, водитель Ниссана ехал настолько быстро, что в результате наезда на пешехода и мощнейшего удара девушка отлетела на пару десятков метров. Водитель иномарки не то что не затормозил. Люди говорят, он пытался скрыться. Таксист, который ехал следом, пустился в погоню и сумел убедить водителя Кашкая развернуться и вернуться на место трагедии. И Дмитракстад, меня перед ней, она подлетела высоко, раза три повернулась в воздухе. Все, потом он немножко как бы правее сдал, но он летел где-то сотни, как минимум, потому что скорость была очень большая. Вы за ним ехали, да? Ну я как бы ехал за ним, да. Когда я увидел, что человека сбили, я просто как бы в шоке испытал. А потом смотрел, он это самое, показам дал, я тоже педаль в пол и за ним. Он доехал до следующего, до Волочайского перекрестка, почему-то развернулся, но я по бордюру его ослепил, чтобы я от тебя сейчас не отстал. И все, и он как бы понял, что за ним уже едут. И все, ну, сюда его прижал. Содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе 0,586 миллиграммов на литр. Показатель сверх нормы. Тест пройден, подпись на согласие с результатом стоит. Увидев камеру, лихач передумал. Спиртное употребляли, нет, прежде чем сесть за руль? Нет, нет. Ничего не употребляли? Нет. А тест сейчас проходили медицинспектором? А вы признаете, что сбили женщину на пешеходном переходе? Ну, знаешь, получается так, что я во время движения как бы сбил человека на пешеходном переходе или как-то. Помочь ей пытались? А? Помочь пытались. Ну, если бы во время движения произошло столкновение. Пьяного виновника ДТП увезли в отдел. Теперь ему грозит реальное уголовное наказание. Какое именно решит суд? Это машина медиков. Точнее, то, что от нее осталось. В «Газели» невольные заложники обстоятельств. На передних сиденьях два водителя скорой. Один действующий, другой сменный. Так положено, когда едешь на дальние расстояния. В салоне врач и девушка на 28-й неделе беременности. Ее везли в Новосибирск, чтобы положить на сохранение. Не доехали. Медицинскую «Газель» на полном ходу врезался самосвал. Оба водителя погибли мгновенно. Извлекать их тела из машины пришлось спасателям. Других пострадавших немедленно госпитализировали в больницу. Вот что рассказали программе ДПС уцелевшие участники аварии. Те, кто ехал на переднем сиденье в карьере скорой помощи, я вот сразу вышел из автомобиля, уже не подавали признаков жизни. И те пассажиры, которых они везли, мы услышали критие помощи только через несколько минут. И вот и начали разбирать эту машину. Разбитую машину забрал эвакуатор, а остатки металла от автомобиля скорой помощи сложили в кузов самосвала. Инспекторы ГИБДД, которые прибыли на место спустя несколько минут после аварии, рассказали, как произошло столкновение. Водитель автомобиля, повод, устраив с управлением, совершил наезд на стоячий автомобиль скорой помощи. От удара автомобиль скорой помощи.